знаете какой кайф еще вот наша работа это когда ты посадила так 4 рядка вложил них 200 тысяч а потом через годик выходишь вот тут вот такие вот кисти усыпанные ягода ты ходишь кушаешь и балдеешь это кстати кто не знает это голубика посажена она была у меня осенью 2021 года были выкопаны траншейки шириной 50 сантиметров глубиной где-то около 40 сантиметров ну и плюс за счет того что землю мы выкидывали сюда у нас поднялась немножко между рядей стала повыше и как бы она ямка стала сантиметров на 10 больше за счет этой земли в общем что выкопали траншейки по 50 метров вот у нас тут между ними оставили расстояние по моему 2 метра дальше значит застелили во-первых агроспаном или агротексом вот такой вот материал зимой он у меня тут улетал два раза его тут уже прибивал именно вот это почему-то улетает то лежит нормально а тарусовская улетела может быть закрепил как-то я неправильно не знаю поднимала ветром еще в общем это неважно дальше значит купили мы кислого торфа где-то где-то 150 мешков 300 литровых 250 литровых засыпали в траншеи этот торф намочили его перемешали затем а добавили сюда удобрения осмокотмы при посадке добавляли так на глаз просто посыпали чтоб он вроде бы как везде в этом торфе был не в одной кучке равномерного распределяли затем суда мы 4 или 6 биг-бэгов насыпали опилок сосновых в качестве мульчи вот посмотреть то у нас тут мульча кора лиственницы а вот видите коричневый это уже пошли торф и опилки засыпали опилками ну конечно все в идеале делать торфом да ну и так сюда в бухаре 150 тысяч только на торф поэтому решили немножко сэкономить и насыпать опилок насыпали опилок еще сантиметров наверно 10 и посадили посадили голубику сверху опилок насыпали мульчу кора лиственница вот видите какая мелкая фракция но на принципе самая дешевая единственная проблема здесь у нас это конечно вот эти маленькие сорнячки которые мы где-то раз в месяц проходим и продергиваем посажено у меня тут 4 сорта дюк элизабет поздний сорт видите он еще даже не спеет шантеклер и по моему бонус или что-то да вот это шантеклер а там по моему бонус сейчас который спеет может не бонусом бонус да вот написано вот дата посадки у нас ведь и 24 0 9 21 года была посадка сажали мы однолетние обычные саженцы все кинги сверху мы тут две капельных ленты или в трубке ну там лента израильская не тофим тут тоже смотрю не тофим сверху 1 там где-то присыпано под мульчой потому что мульчу мы каждую весну мы подсыпаем и все поливаем ну когда дожди не поливаем а еще знаете что мы сюда добавляли при посадке мы добавили сюда колодную серу неизвестно было какой торф точно замерить его было не не было возможности прибора хорошего поэтому подстраховались и припорошили его торф коллоидной серой обычно рассыпчатой весной когда досыпали мульчу вот мы досыпали свеженькую курини под нее мы тоже немножко подсыпали коллоидной серой не знаю видно тут не видно мощно уже растворилась и за ушла вниз все вот эта ткань нас защищает от сорняков от основных которые мы тут если бы ее не было было бы вот так тут бы блин за мучился пиво полоть очень на экономит наши силы время и деньги капельный полив дает возможность нам выращивать в любую погоду в любую жару мы можем включить полив и смочить почву какие-то обработки ничем мы тут не проводили ничем не обрабатывали ничем не брызали все растет и без обработок подкормок тоже никаких мы тут не проводили поливаем чистой водой вот дождик идет поливает еще дождевой водой все ну мне очень нравится то что мы вырастили продаем я году по хорошей цене по 1000 по 1000 рублей килограмм сейчас до этого 1200 продавались 1500 не помню у нас один человек весь урожай выкупил просто на корню сказал что всю ягоду которую вы будете собирать я у вас буду забирать поэтому по мере как она спеет мы ее собираем и отдаем нашим постоянным клиенту все вот такая вот голубичная история очень вкусная кто хочет такое же себе сделать можете взять саженцы посадить их вот сейчас летом там осенью принципе значения не имеет научить сейчас чтоб корень все-таки зацепился уже за новый торп и в зиму они ушли уже укорененные потому что знаю у некоторых был опыт сажали под зиму и они вымерзали потому что корень еще который был горшочки его недостаточно маленьком там литровым или двухлитровым горшочке его недостаточно для такой хорошей полноценной зимовки так что тут у нас капелька что не оторвалась в общем вот так вот сажайте голубику кушайте вкусную ягоду и будет вам счастье всем спасибо за просмотр всем пока спасибо Продолжение следует...